Традиционный сезон отпусков в этом году уже подошел к концу, хотя и летом из-за пандемии многим так и не удалось отправиться в желанные туры за рубеж. А что если я скажу, что отлично отдохнуть, запастись новыми впечатлениями и даже позаниматься экстремальным видом спорта можно в Казахстане? В эфире Караганда ищет таланты. Поехали! Расписание нашей героини настолько забито разными интересностями, что мы вынуждены ее ловить прямо на тренировке. Ее послужной список велик. Это спорт, туризм и преподавание в УЗИ. О том, как она все это успевает, давайте узнаем у нее лично. Мы сейчас с вами находимся на Манеже. Расскажите, как проходят ваши тренировки, каким видом спорта вы занимаетесь и почему решили выбрать именно такой необычный вид спорта? Например, я, если честно, про него слышу в первый раз. Я занимаюсь спортивным туризмом. Это туристское многоборье, которое включает в себя элементы скалолазания, альпинизма, горный туризм, пешеходный туризм, вело, лыжный туризм, пелеотуризм, водный туризм и так далее. То есть он многогранен. В 2006 году к нам в школу пришла наш тренер. Я благодарна судьбе, что она стала набирать секцию туризма ребят. И вот с этого времени я начала заниматься этим спортом. Я полюбила горы, походы и туризм остался навсегда. Когда я в 2006 году пришла на эту секцию туризма, у нас пошел вообще весь класс. Мы выезжали на средования, в походы ходили по Карагандинской области, по Каркаролинску. Это все было так интересно. Мы изучали природу. Каждый месяц мы куда-то выезжали. Было все так интересно. А потом в 2006 году я первый раз пошла именно в горный поход в Джунгарская лота. У меня было тогда 13 лет. Я была одна из юных участниц этого похода. И когда я увидела горе своими глазами воочию, что облака, получается, они очень близко находятся передо мной. И я поняла, что я влюбилась в этот спорт навсегда. И потому что также этот спорт, он командный вид спорта. Я здесь не одна занимаюсь, а с командой. То есть у нас есть и личные дистанции, где я могу проявить свои личные лидерские качества. Есть команда, когда мы каждый друг за друга, каждый берет на себя какую-то ответственность. И он, получается, учит именно дружбе и преданности. Ну, сейчас я уже работаю. И поэтому, бывает, редко выделяю время на тренировки. Но стараюсь заниматься понедельник, среда, пятница. И на выходные у меня уже клуб активного образа жизни «Созвездие». Ну, вообще, я также выезжаю на соревнования. Я действующий спортсмен до сих пор. И если грядут соревнования, то процесс тренировок может быть чаще. Расскажите о своем опыте в соревнованиях. Где пробовали свои силы и запомнилось ли какое-то из них особенно? Ну, у нас круглый год проводится где-то 5-6 этапов кубка. 5 этапов кубка и отдельно еще спортивные походы. То есть этапы кубка, они разные. То есть это и пешеходный этап кубка, потом горный туризм, лыжные соревнования по лыжному туризму, либо комбинированные. Также у нас бывают соревнования по поисково-спасательным работам. Это, наверное, один из запоминающих соревнований, потому что ты бежишь 24 на 7, выполняешь какие-либо препятствия, проходишь сложные перевалы, бежишь через реки, ночуешь, палатки, готовишь еду на время, употребляешь все это. Потом ночью у тебя будет, что случился пожар или еще что-то вроде бы, и вам нужно найти пострадавших или еще что-то. Ну, все в таком экстремальных условиях. И все эти соревнования длятся где-то 3-4 дня. Судя по вашему рассказу, в одном спорте заключается сразу много, несколько других видов спорта. Расскажите, в чем самые главные сложности для вас? В туризм не приходят случайные люди. Здесь, если приходят, то люди, которые так же, как и ты, открыты душой, и они понимают, что где-то ты силен, где-то ты слабше, и помогают себе в этом. Он непредсказуемый вид спорта. То есть мне нравится, что он многогранен, он разносторонний, что я не просто бегаю и каждый день выполняю какие-то определенные условия. То, получается, он ставит меня в какие-то непредвиденные обстоятельства, какие-то, можно сказать, проблемы. И это нужно решить спонтанно, быстро, резко. То есть никогда нету похожести. То есть мы можем идти целый день с рюкзаком на плечах. И это так же, ну, все равно мне нравится. Потом что еще. То, что он разносторонний. Здесь мы и лыжами занимаемся, и на великах ездим, и сплавляемся по реке. Давайте представим, что в 2006 году вы не узнали об этом виде спорта. Давайте поразмышляем, как бы изменилась тогда ваша жизнь, в какую сторону бы она могла повернуться. Ну, наверное, бы все. Потому что я сейчас не представляю свою жизнь без выездов на природу. Для меня, если просто сидеть, запертеть дома, это вот когда был карантин, я прям не могла. Мне нужно было куда-то себя деть. И на природе я чувствую себя комфортно, как дома. Получается, я даже вот смотрю по телевизору какие-то программы про туризм, про горы. Я сразу, мне горят глаза. Я хочу оказаться там, в каких-то таких местах. И если бы, ну, в сотый раз бы я выбрала туризм, если бы мне кто-то говорит, что ты занимаешься спортивным туризмом так долго, тебе не надоело это или нет. Ну, он не может надоесть, потому что он многогранен. И также у нас, многие говорят, что туризм не входит в олимпийские виды спорта. Но я говорю, что я бы в сотый раз выбрала туризм, потому что мне это нравится, и я не жалею об этом. Я думаю, что, может быть, когда-то он станет олимпийским видом спорта. Как я поняла, для вас самое главное – это эмоции, которые вы получаете в процессе. Но все-таки, если есть какая-то в этом спорте максимальная вершина, чего бы вы хотели достигнуть? Ну, сейчас я добилась, ну, более-менее максимального вида. Я мастер спорта по спортивному туризму. Можно стать заслуженным мастером спорта Республики Казахстана. Ну, если еще на международные соревнования, если у нас будет больше развития в этом направлении, то, возможно, еще на международные соревнования ездить. Не рассматриваете в будущем карьеру тренера? Самой стать тренером пока не планирую, потому что у меня есть и другая деятельность. И сейчас еще мы открыли клуб активного образа жизни, где мы помогаем людям, получается, найти себя, найти какие-то новые направления в жизни и познакомить себя с этим, вообще с туризмом в целом. Что можно отдыхать не где-то, где все включено, а где все выключено, но и получать от этого удовольствие. Получается, вы тренируете Айнуру с самого начала. Расскажите о том, какой она была еще в детстве и как вы ее выращивали, так скажем. Вообще она всегда была скромна. И вот это не наигранно. Вот такая скромная и такая трудолюбивая. Вот такое сочетание, наверное, молчаливых девочек, наверное, это всегда, наверное, так развивается. Нет, у меня были и активные девочки, как Даша Морозова. А Айнура, она была всегда скромна, но очень трудолюбивая. И она была очень ответственна, всегда. И иногда даже вот надо что-то группе передать, у нас группа «Созвездие» тоже называется. Они входят в национальную сборную и неоднократно были чемпионами по туристскому многоборью, выполнили мастеров спорта. И когда что-то этой команде надо передать, вот даже сейчас, я звоню бедной Айнуре. Она все время мне говорит, Татьяна Николаевна, ну почему? У нас капитан Ваня Борисенко. Я говорю, ну это Ваня, это мужчина. А женщины, они всегда, ну, во-первых, запоминают, во-вторых, более ответственны. И, в-третьих, они могут мягко подействовать на мужчин для того, чтобы это было выполнимо. А это все касаемо организационных вопросов. Закупки продуктов, подбора снаряжения и так далее. И поэтому вот я ее очень люблю. И мне кажется, ее скромность сейчас, эта скромность, так, мне кажется, востребована. Мне кажется, очень мало таких девушек, у нее сила изнутри. Вот у нее сила изнутри. И вот когда на соревнованиях несколько случаев таких было, когда она единственная наша, вытаскивала команду на первое место. Потому что в команде три мальчика и одна девочка, и, как правило, мальчишки-то все сильные. И вот эти результаты показывают очень ровно. Вот ноздря в ноздрю, потому что не только в Караганде же занимаются, по всему Казахстану занимаются и сильные мальчики, и опытные, и тактически сильные, и технически. А с девочкой всего одна. И вот когда бывают такие моменты, и она проходит в дистанцию лучше всех, и она вот занимает вот это первое место среди девочек, и это первое место потом влияет на результат команды, и это так здорово, но я ей всегда говорю, «Ай, Нура вас вытащила на первое место!» Хотя нет, конечно, понятно, все добивались победы. Но вот она вот такая. Вот если она может, она сделает все, все возможное. Хотелось бы услышать напутствие для ваших спортсменов, особенно для Ай, Нура, чего вы желаете им в будущем? Вот знаете, напутствие очень хорошо, что вы сказали. Какое напутствие? Мне хочется, чтобы в Караганде больше занимались туризмом. Понятно, что у тренеров определенная работа, определенные группы. Вот, то есть нам нужно тренировать там 2-3 группы и так далее. Поэтому было бы здорово, и вот и сейчас этим занимается у нас Сергей Палочки, Пакистана, что они занимаются тем, что в школах организовывают секции. Я извиняюсь, секции именно школьные. И они начинают с самого мало. Они начинают изучать родной край. А родной край не изучишь же, если ты не пройдешь никуда-то, не посмотришь. Вот это самое начало. Очень было бы здорово, чтобы в каждой школе появилось снаряжение специальное. И тогда им будет смело, они могут выезжать на мини-походы. Мы подключимся. Наша федерация, я являюсь членом федерации, я старший тренер области по именно, по спортивному туризму. Мы обязательно подключимся, мы обязательно поможем. Потому что у нас такие места красивые. Вот даже не понятно, что Каркаролинск. Понятно, что горы Бугулы – это станция Дарья. Вот буквально день учителя, мы собрались тренера по скалолазанию, по туризму. Мы съездили на каньон Ошаганды, 33 километра от Тимиртау. Замечательный скальный поезд, там есть замечательный такой водоем. И там есть такие рощи, где можно проводить соревнования. Это единственное, что ждем, когда нам разрешат делать массовые соревнования. А вот сейчас их задача – приходить и поддерживать свою форму на уровне мастеров. И вот над этим мы будем работать. Просто все занимайтесь туризмом, а профессионально приходите к нам, мы поможем. И мои дети, вот я имею в виду команда «Созвездие» тоже, они все инструктора. И они практически уже сами как тренера. И все инструктор, они все инструктору. И они все инструктуры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Расскажите немного о клубе, как вы его создавали, как появилась такая идея и почему он называется именно созвездие? Субтитры сделал DimaTorzok С изучением родного края и он должен был быть доступен для всех слоев населения, то есть для малоимущих, которые не могут позволить себе выезжать или еще что-то Мы подали участие в этом проекте и выиграли грант на 1 миллион Это стало стартовой площадкой нашего развития Мы проходили там обучение на этом проекте Обучение жизненно полезным навыкам После этого мы реализовали, после окончания проекта мы также продолжили, мы открыли свой клуб, клуб активного образа жизни созвездия Почему он назывался созвездие именно? Потому что я являюсь членом этой команды созвездия, которая является, которая знает в республике как команду созвездия Мы занимаем лидирующие места в республике, мы защищаем Карагандинскую область Члены нашей команды входят в национальную сборную, я в том числе И в честь этого мы назвали этот клуб Потому что инструктора нашего клуба также являются ребята из команды Было ли у вас какое-то самое запоминающееся путешествие? Клуб активного образа жизни созвездия, он включает себя Это походы выходного дня на природу, туры выходного дня, выезды на природу в целом Также это тимбилдинги, команды образования, развлечения своеобразные Все это проходит на активном отдыхе Также проводим дни рождения, какие-то развлечения, все на природе Потом учим основам туризма, элементам скалолазания, выезжаем на скалы У нас есть скалы недалеко от Караганды в Тимиртау Есть красные скалы Потом на искусственном рельефе проводим мастер-классы, то есть это на скалодромах В Манеже здесь также проводим Потом выезжаем в Каркаролинск, в Боровое с походами именно выходного дня Проводим ночи с телескопом, то есть мы объединяем разные программы И включаем туда именно элементы туризма Пользуется ли клуб популярностью? Как часто к вам обращаются? Мы, получается, основали клуб сразу после проекта в 2017 году И это было окончание 2017-2018 Вот с 2018 по нынешний день у нас уже было даже не знаю сколько Наверное, более тысячи человек, наверное, в целом, если посчитать У нас на наших выездах многие возвращаются, многие уже побывали на всех наших программах В семьями пребывают, находят себе новых друзей, единомышленников Очень много отзывов хороших И все эти эмоции, которые оставляют люди, они продолжают создавать новые идеи какие-то И мы готовы реализовывать их, чтобы радовать всех То есть мы делаем активный досуг, доступный для людей Сейчас стали уделять большое внимание развитию казахстанского туризма Как вы считаете, насколько это необходимо и актуально ли? Конечно, у нас в Казахстане очень много интересных мест И благодаря туризму я узнала о этих местах Они очень интересные, своеобразные Мне кажется, в каждом регионе есть что-то свое У нас по Карагандинской области, в Алматинской области Кто-то говорит, что у нас так мало гор, куда вы выезжаете, как вы занимаетесь В основном все про Алмату думают Но у нас в Караганде тоже есть очень интересные места То есть прекрасное рядом и нужно только увидеть, открыть глаза Из всех этих мест можете ли вы выделить какое-то свое самое любимое Из Карагандинской области и из всего Казахстана? Карагандинская область, наверное, Каркаралинск все-таки Было пройдено немало дорог И, конечно же, это Джунгарского там Потому что впервые я побывала именно там За пределами Казахстана, ну, за пределами Карагандинской области Каких высот вы бы хотели добиться в развитии своего клуба? Чего вы ему желаете? Ну, в дальнейшем мы хотим, наверное, чтобы нас знали уже по всему Казахстану Может быть, уезжали за пределами Казахстана Но чтобы кто-то приезжал за границей к нам И мы показывали удивительные места нашего Казахстана Чтобы было много интересных маршрутов В принципе, все, наверное Казахстан 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 Палки, елки, иголки Казахстан Казахстан Почему вы решили связать свою жизнь именно с профессией педагога? Я, получается, поступила на грант в 2011 году на дошкольное обучение И в дальнейшем потом поступила в магистратуру И стала преподавать Сперва преподавала в колледже И потом стала преподавать именно в университете, который закончила Преподавать мне тоже нравится Потому что интересно работать со студентами Они очень разносторонние И педагогическая специальность, она важна для каждой девушки Кто хочет стать матерью То есть, также мы изучаем не только педагогику А также и психологию Мы знаем о всесторонности, о развитии, личности И, мне кажется, человек должен быть многогранен И поэтому не нужно зацикливаться только на одном Перед поступлением не было ли у вас такого момента, что одноклассники вам говорили Почему ты выбираешь именно эту специальность? Почему не такая, как у нас считается, самая престижная, какой-нибудь экономист? Не сталкивались ли вы с таким? Ну, не было, в принципе, такого Ну, многие говорили, почему ты не пойдешь физкультурный или еще что-то Но я себя там прям не видела, чтобы я именно просто как тренер Ну, может быть, именно если тренер по туризму, может быть, немного видела Но это все-таки большая, очень большая ответственность И нужно отдавать себя полностью этому, если остаться именно здесь Профессия педагога в современных реалиях не теряет своей актуальности? Ну, мне кажется, в современных реалиях, чтобы не говорили, педагог их все равно важная профессия Которая испокон веков была основой профессии Получается, преподаватель в современном мире, он больше направляет ребенка в нужное русло У нас могут быть доступны разнообразные интернет-источники и так далее Но все-таки должно быть последнее слово именно за преподавателем Большинство ваших сверстников, молодых людей, в отличие от вас, проводят свободное время где-нибудь на просторах интернета Что бы вы им посоветовали? В чем сами находите мотивацию к постоянному развитию? Подрастающим поколением, мне кажется, им нужно отбросить свои телефоны, гаджеты И посмотреть на мир, какой он прекрасный, удивительный Что, выйдя из дома, пройдя чуть дальше, в парк, в лес, вы найдете очень много интересного Найдете себя, откроете себе что-то новое И приходите, конечно же, к нам в клуб активного образа жизни, где вы найдете единомышленников И в наш клуб ездят также ребята, которые, получается, не компаниями, а по одному приходят И потом находят у себя друзей, для себя друзей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наша героиня забиралась так высоко, что практически касалась облаков Справлялась по самым бурным рекам и находила дорогу из самых запутанных лесов Покажи яркие моменты своей жизни, похвастайся своими возможностями и достижениями И стань новым героем программы Полина Малюкова, телеканал Первый Карагандинский Управление образования Карагандинской области Караганда ищет таланты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова